Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 8 том, вопрос 2129. Не дай Бог испытать на себе, что перенесли наши братья и сестры во время гонения. Кто из святых может быть примером в годы испытаний? Как поступать тогда? Ответ Игнатия Тихонща Лапкина. Таких примеров тысячи. Это были самые огненные годы для церкви. Слезы и кровь. И стоны. И в то же время свет небесный озарял путь каждого исповедника и мученика. Мир озарялся в сполохами, пожарищах, когда тысячи слух божьих пылали на аренах и в храмах. Оставшиеся на свободе, скрывались, и о них заботились служители. Сегодняшние разжиревшие, холеные попы – это жалкая и постыдная карикатура на тех христиан. А про епископов и говорить стыдно. Это сегодня князья, прелюбодействовавшие с мирскими властями, открыто и радостно вызывающие. «Только гонение может освободить церковь от этой толстой накипи. Котел будет жарко растоплен и сгорит окалено». Иезекииль 24 глава 11 стих. «И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла». Псалом 77 с 34 по 37 стих. «Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавители их, и льстили ему устами своими, и языком свой лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету его». Лаврентий, 10 августа, кавычки открыты. По убиении за исповедание Христова, святого папы Стефана, на его место, как на верную смерть, был возведен святой Сикст. В то время не было папы, которого бы миновала чаша страданий. Святой Лаврентий повиновался, взяв все церковные сокровища, не исключая и утвари. Он ходил по городу, разыскивая скрывающихся клириков и убогих христиан, и помогал им по мере их нужды. Так он пришел на гору Хилион, где нашел жилище одной вдовы. Со дня смерти мужа, которого прошло уже 32 года, эта вдова по имени Кириакия укрывала у себя многих христиан, вместе с их пресвитерами и клириками. Святой Лаврентий принес сюда ночью серебра, одежд и других необходимых предметов, и стал умывать ноги как священнослужителям, так и остальным христианам. Вдова же Кириакия, поклонившему ноги, сказала, «Умоляю тебя, раб Христов, возложи руки твои на мою голову, которая у меня страшно болит». Святой Лаврентий отдал ей полотенце, которым вытирал ноги, и возложил на голову и руки, сотворив крест на знамени, и сказал, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа будь здраво». И тощи сдава избавилась от своей болезни. В ту же ночь святой Лаврентий пошел в местность города, известную под именем Канарийской. И тут в доме одного христианина по имени Наркис встретил много христиан. Он умыл ноги и им, уделив от церковных сокровищ на их нужды. Придя в ярость, царь приказал, обнаживши святого, простереть его на земле и бить скорпионами. Скорпионом называлось «орудие для пыток». Это тонкая железная палка с острыми зубцами. Кавычки закрыты. Египетские казни не прошли. Местами вспыхивает, снова затаились. Перед исходом избранных с земли покажут наяву накачанную силу. На место оспы, побежденной в роде, мутанты, закаленные в прожарке. Жуки, невиданные в поле, в огороде, пируют в холодильнике, как и в духовке жаркой. Ни химзащита с вредным опылением, ни изменение генетической подкладки, не в помощь и напрасно тратить деньги, диктует мошкара свои порядки. Нам нужно провести переоценку, нацелить силы в нужном направлении, начать с себя, с грехов своих, с мошенства. В хвосте с молитвой встанем на колени. Припомним фараона, казнь детишек, разнообразивших меню у крокодилов. Сегодня мать-дитя считает лишним, в утробе рвет на части, не родила. Напрасно Моисеем в уши сеял, освободить не на войне плененных. ЦК Египта становилось злее, и надвигалась ночь предельно темной. Все вожделенное, и чем страна гордилась, внезапно провалилась и исчезла. Компартия тогдашнего гориллы, волков расспрашивала, рассуждали трезво. Своим богам в тогдашних мавзолеях курили, возносили приношения. В шатрах Израиля уже барашек блеял. И на подходе грозный ангел мщения. Египетские казни повторятся. Погаснет свет, и не найти писания. Антихристу масоны уже слепили ясли. Штрих-код прочерчивает в сполох полосами. 26.09.03. Игла. Субтитры создавал DimaTorzok